Предновогодний прайс. Можно ли сдержать цены на продукты питания? Что для этого предпринимают чиновники? Об этом и не только. Сегодня в Информбюро. Добрый вечер в студии Наталья Райм и моя коллега Аида Баранбай. И смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четвертая должность за год. Чего ждут от Мадины Абылкосымовой на ее новом посту? Я думаю, что повторится ситуация, может быть, как с Акишевой. Она возглавила агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Чем займется эта структура? Об ожиданиях и прогнозах уже через несколько минут. Уничтожены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие аудиозаписи и видео Баттера сгорели вместе с домом директора фонда Баттерхана Шукенова? Улжас Байканов пострадал со своей семьей. Как они чувствуют себя? Что стало причиной возгорания? Мечты сбываются. 16-летний Артем Сафрыгин встретился со своим кумиром Наваком Джоковичем. Новый Джокович, назовет меня первой ракеткой мира, обманял меня во время своего матча с Артем Мадалем здесь, в Нур-Султане. Что подросток рассказал о том дне? Уникальная история от очередного победителя конкурса «Народные итоги года». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство Казахстана сегодня одобрило новую программу по развитию образования и науки на ближайшие пять лет. В течение этого времени в Министерстве образования намерены на 100% обновить все программы в вузах и колледжах. Ведомстве считают, что необходимость в этом назрела давно и медлить нельзя. Что ждет студентов и педагогов, расскажет Зарина Беремкул. Новшества в образовании, по мнению министра Асхата Аймагамбетова, просто необходимы. Это стало очевидно после обнародования результатов пяти международных исследований, в том числе ПИСА и ПИАК, где казахстанская молодежь показала очень низкий уровень знаний. В ведомстве связывают это с плохим качеством высшего образования. Поэтому в ближайшие пять лет программу в вузах полностью пересмотрят. За основу возьмут требования, которые предъявляют к молодым кадрам работодатели. Уже разработали 400 стандартов. Нам необходимо обращать внимание, в первую очередь, на качество высшего образования, потому что мы говорим о том, что в странах УЭСР, которые прошли этот анализ, 27% только имеют высшее образование, они показывают такие результаты. У нас 50% молодежи имеют высшее образование, тем не менее результаты гораздо ниже. Министерство образования уже приостановило лицензии нескольких вузов. Один из них не устранил нарушения и теперь стоит вопрос о его закрытии. Речь идет о региональном социально-инновационном университете в Шимкенте. Вы знаете, что по пяти вузам мы лицензии приостановили. Сегодня мы дадим информацию о том, что по одному вузу мы уже направили документы в суд для того, чтобы лишить их лицензии. Несколько университетов к нам обратились и с предложением о том, что они хотят объединиться. Мы тоже рассматривали этот вопрос. Что касается школьного образования, то особое внимание уделили разрыву в знаниях между городскими и сельскими учениками, которые по оценке министерства достигают полутора лет. Для этого планируют передать функции управления и финансирования в области. Ранее этим занималось само министерство. В поддержку сельских школ построят 114 интернатов и более 700 спортивных залов. Все учебные заведения Казахстана до конца следующего года намерены обеспечить охраной и камерами видеонаблюдения. А учителей ждет обещанная ранее надбавка. В ближайшие четыре года им в два раза повысят зарплаты. Тем не менее, учителей заставляют дежурить возле уличных туалетов. Почему школьными педагогами так манипулируют? Когда же все это прекратится? Смотрите далее в информбюро проекта Ирины Савиджан-Казы. А тем временем финансовые аналитики теряются в догадках. Чего ждать от Мадины Абылкосымовой на ее новом посту, главы агентства по регулированию развития финансового рынка? Нацбанк передал этой структуре более 30 функций. Чем займется агентство? Ожидания и прогнозы. Материалина Гали Карабаева. Агентство по регулированию развития финансового рынка начнет работать уже с 1 января. Нацбанк передал этой структуре 34 функции. Среди них выдача разрешений на открытие и закрытие банка, проведение финансовых операций и много других. Аналитики ждут, что агентство в первую очередь займется вопросами развития зарегулированного рынка. По нашему законодательству у нас настолько сильно зарегулирован именно фондовый рынок, что там шаг влево, шаг вправо и ты попадаешь под расстрел. Практически сразу же. Нету доступа, скажем так, широкого доступа к торгам валютой. Борьба с мошенниками должна стать одной из приоритетных задач агентства, говорит другой аналитик Расул Расмамбетов. За последние годы, пока роль банков снижалась, очень много появилось на рынке разных мошенников. Это не банковские кредитные организации. Я не скажу, что прямо они мошенники, но их условия гораздо хуже, чем у банков. Агентство возглавило Мадина Абылкасымова, и за этот год это уже ее четвертая должность. Она была министром по труду и соцзащите, где подверглась критике со стороны населения после высказывания о миллионных пособиях для многодетных. В отставку ушла вместе с правительством и получила должность вице-министра нациоэкономики. А две недели спустя стала зампредом Нацбанка. Аналитики уверены, справиться с задачей без поддержки на самом высоком уровне ей вряд ли удастся. Я думаю, что повторится ситуация, может быть, как с Акишевым, который не был политическим тяжеловесом. Он был просто очень хороший технический менеджер. И тогда Назарбаев сказал, кто будет трогать Акишева, тот, получается, идет против меня. Учитывая, что глава агентства напрямую подчиняется президенту, сомневаться в ее полномочиях не приходится. А вот оправдает ли она ожидания, покажет уже 2020 год. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. От рынка финансово-потребительскому. Казахстанцы жалуются на непрекращающийся рост цен на продукты. Многие уже начали покупать товары к новогоднему столу и заметили, что вслед за мясом взлетели праси на крупы. Наверное, надо, чтобы наши фермеры больше работали и давать им условия. Это законодательно только, потому что, получается, что, видите, маленький магазин, большие, никто не контролирует. Потребители жалуются на рост цен, а эксперты прогнозируют, товары будут дорожать и дальше. В декабре в очередной раз изменились прайсы на мясо и крупы. По словам чиновников, повлиять на рынок глобально они не могут. Поэтому видят выход в ярмарках и социальных магазинах. Заблаговременно мы проанализировали, какие именно продукты, подверженные сезонным колебаниям цен. И наиболее востребованными продуктами в этом плане вышли овощная группа. Это востребованные у населения мясо кур и говядина. Чиновники перекупают у сельхозпроизводителей продукцию еще на стадии сбора урожая. Далее по фиксированной цене товар отправляют на прилавки социальных магазинов и крупные супермаркеты. Предприниматели говорят, что прибыли от такой идеи немного, но приходится искать выход. Отрабатываем механизмы по сдерживанию цен. Прежде всего для покупателя. Значимые продукты – это магнит для любой сети. Когда там хорошие цены, хорошее качество, это притягивает больше покупателей. Ассортимент в социальных магазинах будет меняться, говорят чиновники. Кроме круп и хлеба можно будет купить мясо, овощи и фрукты. К концу года в Алматы вот таких павильонов будет больше 20. Пока их 8. Однако, по мнению экспертов, сдерживать цены нужно другим способом. В течение времени, к сожалению, не обеспечена продовольственная безопасность. Большая часть продуктов питания импортируется. И все валютные колебания, то есть колебания обменного курса и тенге по отношению к другим валютам, они тут же сказываются на колебании импортируемых цен, на повышение импорта. Я бы предлагала, вот еще раз подчеркну, увеличивать внутреннее производство, то есть поддерживать именно тех предпринимателей, которые производят продукты питания для внутреннего рынка, и с другой стороны увеличивать доходы. Оскар Миндебаев, Думан Сулейменов, информбюро Алматы. Наследие музыканта Батархана Шукенова уничтожено огнем при пожаре в доме директора фонда Лжаса Байканова. Все, что хранилось в коттедже, превратилось в пепел. Сам он получил ожог верхних дыхательных путей. К счастью, не пострадали его супруга, племянница и двое маленьких детей, которые в момент возгорания были дома. Огонь уничтожил все. Мебель, одежду, документы, музыкальные инструменты, архивы, в том числе и фанатек у Батара. Все видео и аудиоматериалы, которые хранились на специальном диске, исчезли бесследно. Лжас Байканов надеется, что у родных певца сохранился компьютер Батархана Шукенова с архивом звукозаписей. Сейчас семья директора фонда «Временная» разместилась у родственников. Причины пожара выясняются, неравнодушные граждане помогают материально. Все, что было, вообще все архивы, которые у меня были, все было уничтожено. И Батарат в том числе. Это все хранилось на отдельном хард-диске большом. Вот там было все, и фотографии, и видео, аудио, и студийные. У меня был отдельный хард-диск, именно для Батара архива. Вот он, к сожалению, сгорел. В Грузии смерть подростка Луки Сирадзе вызвала волну народных протестов. 15-летний мальчик скончался в больнице после попытки самоубийства. И, как уверяют правозащитники, до такого состояния его довели следователи. Участники акции потребовали наказать сотрудников МВД. Луку убила система, и мне стыдно здесь жить. Именно такие надписи оставили на асфальте у здания МВД в Тбилиси участники акции протеста. На ограждениях ведомства, а они прозрачные, как и само здание, они наклеили стикеры «Позор». Прозрачность здания МВД, построенного при прежних властях, символ открытости ведомства. Но собравшиеся на акции протеста говорили о насильственной системе, жертвой которой и стал 15-летний Лука Сирадзе. Его вызвали к следователю из-за надписей на стенах, сделанных в одной из тбилистских частных школ. Охрана сообщила в полицию, что кто-то проник ночью на территорию учебного заведения, написал на стенах «А ну-ка, поймай меня». После допроса подросток вернулся подавленным домой. В ассоциации молодых юристов Грузии, которые представляют интересы семьи, заявили, что молодой человек подвергся психологическому насилию со стороны сотрудников следственных органов. Его заставляли признать, что это он разрисовал стены школы. Следствие также ведется по статье о доведении до самоубийства. В противном случае они грозили ему тем, что у его брата будут проблемы, а он проведет длительное время в местах лишения свободы. Психологическое насилие полицейских и угрозы были настолько реальными, что несовершеннолетнему стало плохо во время допроса, и он попросил о медицинской помощи. Но такую помощь ему не оказали. После смерти мальчика задержали следователя Мариану Чолуян. Именно она вела допрос. В течение пяти дней допросили более 70 человек, в том числе одноклассников, друзей подростка, а также администрацию школы, учителей и сотрудников полиции. В МВД заявили, что несовершеннолетнего допрашивали дважды в присутствии матери, и сотрудники полиции не оказывали никакого давления на подростка. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал строго наказать причастных к любому преступлению, если его факт подтвердит служба государственного инспектора. Вы смотрите Информбюро. Инициативная группа родителей просит Министерство образования вести в Казахстане дистанционную форму обучения в школах. Иначе говоря, анскулинг. Это когда дети обучаются на дому. Мамы утверждают, что это требование современности, ведь тогда у детей появляется много свободного времени для занятия хобби и спортом. В России этот вид обучения ввели еще пять лет назад. И теперь многие казахстанские дети учатся в онлайн-школах соседней страны, хоть и не связывают с ней свое будущее. Всего месяц, как Алуа Арудар перевела свою 12-летнюю дочь на семейное образование. Такому решению предшествовал год раздумий. По словам Алуы, ребенок не справлялся со школьной нагрузкой, начались стрессы, болезни и пропуски. Сейчас пятиклассница, помимо основных предметов, занимается творчеством, спортом и изучает высшую математику. Сочи и СОРы сдавать все равно приходится. Эта форма контроля присутствует, но называется по-другому. Мы сейчас прикреплены к российской школе, то есть к комской школе. Она позволяет учиться нам дистанционно, сдавать экзамены онлайн. И ребенок параллельно занимается дома. То есть она изучает у меня три языка. В мире примерно 2-3% родителей переводят детей на семейную форму обучения. В Казахстане такую статистику никто не ведет. Но с каждым годом интерес растет, говорит участница рабочей группы по созданию семейной формы образования в республике Вера Садыкова. Она добивается того, чтобы и казахстанские школы могли работать по такому же принципу. Ведь сейчас те, кто выбирает дистанционную форму, вынуждены получать российское образование. Сейчас основная задача стоит в том, чтобы у нас в законе появился такой пункт, такая форма обучения, как семейная форма обучения. И такая возможность появилась у всех родителей, у детей именно в Казахстане. По данным Министерства образования, в Казахстане предусмотрена форма обучения на дому, но только по показаниям медико-педагогической комиссии. Около 12 800 детей охвачены таким образованием. Мы за то, чтобы дети социализировались, дети обучались вместе со своими сверстниками и получали очень важные навыки поведения и жизни в социуме. Поэтому мы считаем, что обучение в школе является очень необходимым и жизненно важным. С этой целью мы будем обеспечивать необходимые условия. В Казахстане среднее образование в школе обязательное для всех. Родители же хомскулеров хотят, чтобы им предоставили право выбора, и их дети могли обучаться по казахстанской программе. Мадина Исюмбаева, Рината Блухаиров, Информбюро Алматы. В Костанае студент сорвался с третьего этажа общежития при колледже. Юноша получил перелом пятки, ушибы и тупую травму живота. Сейчас он проходит лечение в областной больнице. В три часа ночи студент первого курса, проживающий в общежитии, обратился к воспитателю общежития с просьбой открыть дверь для посещения интернет-клуба в ночное время. После чего он получил отказ. После этого он обратился к вахтеру. Он получил повторный отказ и своевременно он пошел в комнату. В комнате в этот день он был один и решил, что во что бы то ни стало, сбежать в интернет-клуб. Связав простыни, студент выбросил их через форточку и стал по ним спускаться с четвертого этажа. Но длины простыней хватило лишь до третьего этажа. Оттуда он решил просто спрыгнуть. Лежащего на снегу его обнаружила воспитатель. На скорой студента доставили в больницу. Маленькая Яне срочно нужна помощь. У ребенка редкий диагноз – спинальная мышечная атрофия. Врачи в США дают надежду. На лечение требуются миллионы долларов. Болезнь затрагивает все группы мышц. То есть сейчас она не сидит, на ножки не опирается. Голова иногда падает просто. А попозже это уже затрагивает. Ну сейчас уже кишечник затронул, получается. Позже это затронет и моторику рук. Страшный диагноз. Маленькая Яне поставили три месяца назад. Ребенок плохо держит ручки. Нарушена моторика кишечника. Казахстанские врачи долго не могли найти причину. Разобраться удалось только после того, как родители отправили генетический анализ в Москву. Конкретного лечения от спинальной мышечной атрофии нет. Но в США дают шанс. Если успеть поставить специальный укол до двух лет, то можно остановить развитие болезни. Препарат дорогой. Он стоит 2 миллиона 300 тысяч долларов. Семья Регины просит отозваться всех неравнодушных казахстанцев. В Шимкенте подвели итоги акции «Таза Хала». Победителям конкурса в четырех номинациях вручили дипломы и денежные подарки. Общий призовой фонд составил 4 миллиона тенге. Награждение победителей акции «Таза Хала» в Шимкенте проходит уже восьмой раз. Но в качестве города республиканского значения впервые. А Новый год Шимкент встретит еще и в статусе культурной столицы Содружества независимых государств. Так что есть к чему стремиться. Уверен, что мы справимся со званием культурной столицы СНГ. Нам нужно показать пример своими действиями, что такое родина. Родина ведь начинается со своего дома, с подъезда, со своего двора. Награждение победителей проходило в четырех номинациях. В каждой по три призовых места. Главный приз – 200 тысяч тенге. Затем 150 тысяч и 100 тысяч тенге. Предусмотрены были также утешительные презенты. Среди тех, кто взял награду в номинации «Лучший двор», оказалась домком Кадлгаш Рахиева. Наш труд оценили власти и гражданский альянс. И мы очень благодарны за это. Мы сделали все от нас зависящее. Но у нас есть еще планы. Самым чистым в городе в этом году признали Янбекшинский район. Кроме того, подарками и дипломами отметили работу участковых полицейских и работников Акимата. В этом году исполнилась заветная мечта у Артема Сафрыгина. Юный спортсмен встретился со своим кумиром – всемирно известным теннисистом Новаком Джоковичем. Он и Рафаэль Надаль приезжали осенью в столицу по приглашению Федерации тенниса Казахстана. Артем на благотворительном турнире подавал мячи и даже успел перемолвиться со звездой. Об этом школьник рассказал нам, прислав видео для участия в конкурсе «Народные итоги года». Привет. Я Артем Сафрыгин. Мне 16 лет. Я из Нур-Султана. И самое классное событие за этот год для меня было то, как Новак Джокович, на тот момент первая ракетка мира, обманял меня во время своего матча с Рафаэль Надальем здесь, в Нур-Султане. Действительно было для меня что-то необычное. То есть это встреча с кумиром детства вживую. Это уже эмоции. А обняться с ним и успеть пообщаться даже недолго – это вообще взрыв эмоций. Это было очень круто и классно. Есть у меня такая традиция или обычай, кому как удобно, то что всегда я завязываю шнурки перед тем, как выйти на корт. Не в раздевалке, не где-либо еще, а именно здесь, на скамейке, перед кортом. Это мне помогает собраться перед тренировкой или перед матчем. Теннисный корт – он для меня как второй дом. Как место, где я могу отдохнуть, хоть и занимать физическим трудом. Это отдельное место, где отдыхает голова. Ты не думаешь о всем том, что происходит за кортом. То, чего я посмотрел у Джоковича во время игры, то, что я хотел у него перенять, это, наверное, его ментальная подготовка к матчам и его невероятное перемещение по корту. То, как он перемещается, достает до каждого мяча. Кажется, то, что он это делает, очень легко и не принужден. Когда я узнал, что именно я буду на корте с ним вместе, это были просто потрясающие эмоции. У меня буквально сорвало голову от этого. Я успел с ним поговорить, пока выбирал ему мячи по ходу матча. Он подошел и попросил меня выбрать ему мячи. Ну, мы перейдем с парой фраз на английском языке, и он успел мне сказать, что он любит подавать новыми мячами. То есть он любит новые мячи, но только тогда, когда он подает ими. Мы посмялись с этого, и он пошел играть дальше. Моя самая заветная мечта – это стать профессиональным теннисом-судьей. Поздравляем Артема Сафрыгина с победой в нашем конкурсе. Он получает сертификат на 60 тысяч тенге в магазин электроники. Мы все еще принимаем видео от вас. Удивите страну и получите свой новогодний презент от 31 канала.